Вы когда-нибудь задумывались о том, что транспорт, который раньше казался чистой фантастикой, уже существует? Я покажу, какой подарок любителям франшизы «Назад в будущее» сделал Lexus. В моем новом видео я познакомлю вас с футуристическим автомобилем от Mercedes, который выглядит как нечто из научно-фантастического фильма. Но это только начало. В финале вас ждет захватывающее путешествие из мира русской народной сказки в живую, реальную, английскую действительность. В этом видео давайте углубимся в последние разработки в области транспортных технологий и узнаем, что нас ждет в будущем. Кто из нас не мечтал каждое утро, добираясь до своего учебного заведения, чтобы его ранец мог не только быть предметом для переноски книг, но и транспортным средством? Наверное, именно так считали инженеры новозеландской фирмы Martin Eichford Company, которые работали над своим изобретением. И вот в 2013 году эта фирма получила разрешение от Управления гражданской авиации страны на проведение пилотируемых испытательных полетов на том, что, по ее утверждению, является первым в мире практическим реактивным ранцем. Это изделие может помочь в обеспечении военных и аварийно-спасательных служб рабочими реактивными скорыми помощями. Испытательные полеты были ограничены высотой в 6 метров и проводились над необитаемой территорией. Генеральный директор фирмы Питер Кокер сказал, «Для нас это очень важный шаг, потому что он превращает то, что я называю мечтой, в реальность. Я верю, мы теперь в состоянии его коммерциализировать и очень быстро продвигать вперед». Реактивный ранец Martin разработан с учетом требований безопасности, надежности, функциональной совместимости, ремонтопригодности и простоты. Новейший реактивный ранец компании, получивший название P12, имеет легкий корпус из углеродного волокна и приводится в движение бензиновым двигателем, приводящим в движение двухканальные вентиляторы, что обеспечивает вертикальный взлет и посадку, а также длительный полет. Компания продает свое изобретение по ориентировочной цене в 150 тысяч-250 тысяч долларов. Меня удивил немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz, который представил свое видение автомобилей класса люкс. Это транспортное средство, похожее на капсулу, предназначенную для использования в качестве гостиной на колесах. Думаю, что там можно даже устроить девушкам пижамную вечеринку. Концепт-дизайн F015 с названием «Роскошь в движении», представленный на выставке в Лас-Вегасе, отличается большим внутренним пространством. Авто обладает четырьмя индивидуальными креслами для отдыха, которые поворачиваются наружу, приветствуя пассажиров при входе. Оказавшись внутри, сидения с путешественниками вновь изменяют направление так, чтобы они оказались лицом друг к другу. Шесть экранов, управляемых с помощью функции отслеживания взгляда и распознавания жестов, встроены по всему салону, обеспечивая связь и развлечение. При выборе ручного режима рулевое колесо выдвигается из приборной панели, а сидения водителя и пассажира автоматически поворачиваются в направлении движения. Большие светодиодные модули спереди и сзади автомобиля показывают, в каком режиме он работает. Белые индикаторы указывают на ручное вождение, а синие – на автономный режим. Несмотря на то, что автомобиль стал легче, компания заявила, что конструкция не ослабнет благодаря сочетанию материалов и внешнего периметра безопасности, расположенного под окнами. Многие автолюбители ожидали появления этого чуда в автосалонах. Однако в 2017 году Mercedes-Benz заявил, что F015 не будет запущен в производство. Это вызвало гнев и разочарование среди автолюбителей. Компании пришлось в 2020 году выпустить пресс-релиз, что F015 все еще является частью их долгосрочной стратегии. И вот в 2022 году немецкий автоконцерн представил новую модель Vision EQXX. Он обладает впечатляющим запасом хода в 600 миль и может заряжаться от солнечной энергии. Хотя F015 не был выпущен в серийное производство, его идеи и технологии будут использованы в будущих моделях. Помните ховерборд из фильма «Назад в будущее 2»? Концепция использования ховерборда в качестве средства личного передвижения была популяризирована серией фильмов этой франшизы. Фанаты были в восторге, когда автомобильный бренд Lexus представил свой первый рабочий ховерборд в 2015 году. Плавающий скейтборд входит в число футуристических технологий, предложенных в кинофильме. Lexus давно работал с учеными из исследовательского института в Дрездене и специалистами по магнитным технологиям над разработкой доски, которая использует магнитные поля для левитации. Ховерборд Lexus имеет форму скейтборда без колес, но с более глубоким профилем. В его основу встроены две криостатокамеры, предназначенные для поддержания температуры сверхпроводящего материала при температуре минус 197 градусов Цельсия с использованием жидкого азота. При такой низкой температуре материал создает магнитное поле. При размещении над другим магнитным полем, подобным тому, которое исходит от поверхности скейтпарка, возникающее между ними отталкивание вызывает магнитную левитацию. Для тестирования и демонстрации ховерборда под скейтпарком в Барселоне, где снимался рекламный ролик, было проложено более 200 метров магнитного покрытия. В ролике показано, как гонщики скользят по поверхности скейтпарка и даже по верхушке бассейна, Хотя ховерборд Lexus является одной из самых инновационных разработок последних лет в области скейтбординга, другие дизайнеры также обновили стандартную модель. Lexus Hoverboard до сих пор недоступен для покупки. Однако в декабре того же 2015 года румынская компания Arca Spice представила свой собственный электрический ховерборд под названием Arca Board. Это устройство было способно летать над любой поверхностью, будь то суша или вода, и рекламировалось как новый вид персонального транспорта. Компания указывает на своем веб-сайте, что Arca Board приводится в движение 36-ю встроенными электрическими вентиляторами и может быть легко управляем как с помощью смартфона, так и с помощью движений тела. В 2016 году Arca Board поступил в продажу по стартовой цене 19 900 долларов. Ну что ж, теперь о транспорта личного, переходим в общественный. Предложенная Илоном Маском система Hyperloop будет использовать магниты и вентиляторы для перемещения пассажирских капсул по длинной трубообразной конструкции со скоростью, превышающей скорость коммерческих самолетов. Он представил проекты сверхзвуковой транспортной системы, которая соединит Лос-Анджелес и Сан-Франциско всего за 30 минут. Путешествуя со скоростью более тысячи километров в час, пассажиры сядут в трубу шириной 1,35 метра и всего за 30 минут пронесутся по 614-километровому туннелю, соединяющему эти города. Hyperloop – это новый вид транспорта, который стремится изменить парадигму, будучи одновременно быстрым и недорогим для людей и товаров, сказал Маск о изобретении. В проекте пассажирские капсулы перемещаются на высокой скорости по трубе низкого давления, расположенной над землей между двумя городами. Капсулы разгоняются с помощью магнитного линейного ускорителя, установленного на различных станциях. Пассажиры при этом не замечают скорости путешествия во многом похожи на полет в самолете. «Это должно быть действительно очень плавно и бесшумно, и никогда не будет никакой турбулентности или чего-то еще», – сказал миллиардер. Маск заявляет, что Hyperloop будет в два раза быстрее самолета, дешевле скоростного поезда и полностью автономным. Он будет устойчив как к атмосферным воздействиям, так и к землетрясениям. Проекты Hyperloop имеют открытый исходный код, и Маск попросил других откликнуться, чтобы усовершенствовать дизайн и воплотить его в жизнь. Предприниматель назвал это изобретение пятым видом транспорта. Стоимость проекта составит около 6 миллиардов долларов. Идеи Маска о футуристическом транспорте на этом не заканчиваются. Выступая онлайн во время мероприятия Google-тусовка, Маск сказал, что у него есть еще одна идея, которая может составить конкуренцию Конкорду. Он сказал, что предполагает совершать поездки протяженностью более 1600 километров на самолетах, которые будут двигаться быстрее скорости звука. Ну что там самолеты? Даже летающие автомобили больше не являются исключительно предметом научной фантастики. Создатели проекта под названием Аэромобил описали его как идеальный для поездок на средние расстояния и даже предположили, что летающие автомобили могли бы стать решением проблемы загруженности традиционных транспортных сетей. Создатели Аэромобиля говорят, что транспортные сети находятся в кризисе и предполагают, что потенциальным решением могло бы стать перенос дорожного движения в небо. Разрабатываемый предварительный прототип Аэромобил, известный как версия 2.5, впервые был протестирован на дорогах и в полете в конце 2013 года. Автомобиль смог взлететь, развив для этого скорость 130 километров в час, а затем пролетел небольшое расстояние и успешно приземлился. Аэромобил – многоцелевой транспортный аппарат, сочетающий в себе функциональность автомобиля и самолета. Он оборудован двумя двигателями. Один предназначен для передвижения по земле, а другой для полета. Вместительность Аэромобил достигает четырех человек, и он способен развивать максимальную скорость в воздухе до 360 километров в час. Конструкция Аэромобил 2.5 включает в себя набор крыльев, которые выдвигаются наружу из кузова автомобиля для взлета, с пропеллером сзади для обеспечения дополнительной подъемной силы. Эта версия транспортного средства весит 450 килограммов. По словам его конструкторов, он способен совершать полеты на расстояние до 700 километров, потребляя 15 литров топлива в час и получил аккредитацию на летную годность в Словакии, где базируется проект. Позже компания публично продемонстрировала версию 3.0 – двухместного транспортного средства в Вене с улучшениями, включая карбоновый кузов, усовершенствованный дизайн крыла и обновленный бортовой компьютер. Мы смогли перейти от прошлогодней модели к этой версии за 9 месяцев, благодаря обширному цифровому прототипированию и большому опыту, который мы получили от предыдущих концепций, сказал один из разработчиков Юрай Вацулик. Мы хотели бы начать принимать предварительные заказы в ближайшем будущем. Вацулик описал автомобиль как совершенно новую категорию транспортных средств. И если у Маска их было пять, то это, как я понял, шестая. Проект был создан под влиянием произведений авиатора-первопроходца Антуана де Экзюпери и писателя-фантаста Жюля Верна. Конечно, скорее всего, транспортное средство столкнется с реальными проблемами с регулирующими органами. Прежде чем оно сможет стать реальностью, наверное, органы будут вынуждены ввести новую категорию прав – летающая лицензия. И представьте, какие вопросы будут на экзамене по правилам воздушного движения. Какой сигнал должен использовать летающий автомобиль при повороте налево, а при движении вверх? В общем, будущим водителям летающих автомобилей придется выучить не только правила дорожного движения, но и правила небесного пилотирования. Официальная дата начала продаж автомобиля пока не объявлена, однако по некоторым источникам ожидается, что это случится в 2025 году. В то же время другие источники считают, что продажи могут начаться позже, в 2027 году. Что касается цены, она также пока не была официально объявлена, однако ожидается, что она будет высокой и составит 1,2 миллиона долларов США. Ну вот мы и добрались до сказок. Помните про Эмилю на печи? Доминик Уилкокс предложил создать сложные автомобили, лишенные элементов безопасности. Уилкокс создал автомобиль под названием «Спальный автомобиль будущего без водителя с цветным стеклом» в качестве заказа для выставок, посвященных будущему мобильности. Дизайнер представил будущее, в котором все автомобили будут управляться компьютерами, что исключить столкновения и несчастные случаи. А это означает, что повседневные транспортные средства больше не нужно будет проектировать с учетом безопасности. В будущем управлять беспилотным автомобилем будет безопаснее, чем автомобилем с ручным управлением, сказал Уилкокс. Поэтому нам не нужны системы защиты, которые встроены в современные автомобили. У нас может быть просто оболочка любого дизайна. Автомобиль, имеющий форму капсулы, был изготовлен из цветных стеклянных панелей с использованием деревянной рамы, состоящей из арок, сформированных с помощью компьютерного станка для резки с числовым программным управлением, которые были прикреплены к плоскому основанию. Стекло же было прикреплено с использованием метода, известного как техника медной фольги, который включает обмотку края каждой детали медной лентой и спайку их в том месте, где они соприкасаются друг с другом. Открывающийся спереди купол из цветного стекла поворачивается на шарнире сзади. Внутри автомобиля нет ни одного из обычных элементов управления. Вместо этого Уилкокс воображает, что им будет управлять удаленно компьютер, аналогично беспилотному автомобилю Гугла. Удаление элементов управления освобождает пространство внутри для ряда функций. Для этого дизайна Уилкокс добавил кровать, чтобы создать спальный вагон. Он также запустил концептуальный веб-сайт, где пользователи могут заказать автомобили с рядом различных функций, включая спальню, мобильный офис, тренажерный зал, вагон-ресторан и вагон-солярий, которые можно запрограммировать. На веб-сайте предлагается ряд различных вариантов дизайна экстерьера автомобиля, а также предлагается услуга гибкого выбора времени и даты для получения автомобиля. Технологии передвижения прошли долгий путь с момента изобретения колеса. Сейчас у нас есть транспортные средства, которые когда-то считались научной фантастикой. С быстрым развитием общества транспорт становится только более инновационным, а возможности футуристического сегмента безграничны. Удобство передвижения возрастает экспоненциально, время в пути резко сократится, а доступ к ранее недоступным местам станет возможным. Очевидно, что футуристический транспорт становится неизбежностью, и он принесет с собой новую эру эффективности, удобства и мобильности. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!